Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до тысяч новых зрителей. Дорогие друзья, добрый вечер. Салам алейкум. У нас сегодня в эфире главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело», руководитель дагестанского регионального отделения гильдии межэтнической журналистики Джамурад Сагитов. Салам алейкум, Джамурад. Алейкум, слава. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о вновь поднимающемся вопросе об уточнении границ между республикой Дагестан и Чеченской республикой. Тем более, что в газете «Новое дело», которую возглавляет Джамурад, вышла статья по этому вопросу, на которую отреагировал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. И даже пригласил Хаджи Мурада и Андрея Миламеда, второго автора этой статьи, в Чечню на то, чтобы детально обсудить их позицию. Я хотел бы спросить у Хаджи Мурада, как это предложение, приглашение прозвучало, и что вообще содержалось в этой статье, что вызвало такой интерес Магомеда Даудова? Ну, сам по себе материал, он больше был адресован к республиканской, дагестанской власти. И в статье больше говорилось о том, что наша республиканская власть, на наш взгляд, недостаточно серьезно заботилась вопросом определения границ, и что вот такая позиция дагестанской власти, когда она, на наш взгляд, бездействует, может привести к негативным, ненужным последствиям. Ну, мы как-то и не ожидали реакции дагестанской власти, ну, как бы это достаточно обыденно, что на какие-то проблемные публикации они реагируют обычно через какие-то аффилированные с властью телеграм-каналы, и не бывает такой содержательного взаимодействия, такого конструктивного взаимодействия, реакции не бывает, в принципе, мы ее и не ожидали, но мы в надежде, что все-таки республиканская власть читает, и она как бы и обязана читать прессу. Это был больше сигнал к власти, республиканской, дагестанской, чтобы она реагировала, взяла во внимание эту ситуацию, ведь население, когда оно думает, что власть сама отстранилась от какой-либо проблемы, мы же видели, что недавно была серьезная проблема, население столкнулось с пандемией, и в этой ситуации люди были предоставлены сами себе, люди отмечали сборы, люди сами искали лекарства, люди в том числе и через вас находили рекомендации врачей, люди искали врача, который мог бы прописать им лечение, лечили друг друга, помогали друг другу, и это привело к тому, что подобные вещи, они приводят к тому, что люди мобилизуются, люди становятся более самостоятельными, они теряют надежду, веру во власть и начинают сами действовать. А в таких сложных вопросах, ну, такие действия, они могут быть чреваты. Ажурат, скажи, пожалуйста, ты находишься в Махачкале, ты следишь как главный редактор информационного издания за каждой новостью, как в этот раз вообще всплыла вновь тема уточнения границы между нашими республиками? Кто явился инициатором в этот раз возобновления разговора? Недавно состоялась, насколько нам известна, встреча в Гумбетовском районе, представитель двух приграничных районов, и эта тема, она транслировалась, естественно, не государственной... То есть, Гумбетовского района? Да, в Гумбетовском районе прошла встреча. Жителей Гумбетовского района и жителей приграничного Чеченского района? Да. Ножайутовский район? Да, да. Они решили, так как уже сезон, когда люди начинают пользоваться и пастпишами, и скот надо выводить... Синописи скоро. Да. И эти жители, представители этих двух районов, в том числе и главы этих районов, они, видимо... Ну, мы не можем сказать, это было по... С нашей стороны мы не знаем. Это была инициатива просто районных властей. Что стало главной причиной вот этой встречи именно сейчас, мы точно не знаем. Но об этом, естественно, не говорили республиканские СМИ. Об этом начали писать независимые СМИ традиционно. Об этом заговорила общественность. Об этом начали говорить просто дагестанцы. Ну, так как встреча прошла, ну, не в самой, как нам рассказали, простой обстановке. Там все-таки была немножко нервозная ситуация. И это стало известно, в том числе и нашей газете. Но мы не всегда выдаем просто срочную новость. Мы решили чуть-чуть подождать, присмотреться, прислушаться к историкам, очевидцам событий. Мы встречались с разными людьми и, исходя из того, той фактуры, которую мы собрали, выдали этот материал. На что очень оперативно среагировала чеченская сторона. Напоминаю, что со стороны нашей республиканской власти реакция нулевая. Да, спикер чеченского парламента сказал, что это все не соответствует действительности. Но мы знаем, что это определяет суд. Не соответствует действительности то, что написано в вашей статье, да? Да, то есть приведенные нами материали какие-то моменты. Он говорит, что это неправда. Ну, то есть, что не все, конечно, но та часть, которая их волнует, что эта земля принадлежала и принадлежит чеченской стороне. Те доводы, которые у нас есть в статье, они говорят о том, что эта земля принадлежит республике Дагестан и джаматам Дагестана. Это предмет дискуссии, но никак не для точного определения, что это правда или неправда. Это мнение его, это мнение наше. Мы считаем так, он считает так. Это предмет дискуссии. Вот, собственно, он среагирует. На твой взгляд и на взгляд местных жителей Гумбетовского района и Нажаюртовского района, как должен урегулироваться этот вопрос, когда у жителей двух приграничных районов разные мнения по определенному участку земли? Как между ними должно быть установлено соглашение, согласование этого вопроса? На уровне старейшин, на уровне имамов, на уровне джамаатов. Это должно быть какое-то мировое соглашение, я так понимаю. Безусловно. Я уверен, что если бы этот вопрос оставили без большой политики в компетенции этих местных джамаатов, мы бы не знали бы, осуществлены вообще конфликты. Потому что веками эти джамааты пользовались этими землями, и все было прекрасно. Как только в этот вопрос решалась большая политика, Махачкала и Грозный, и где-то Кремль, естественно, начали возникать проблемы. И, естественно, если бы вот эти джамааты, имамы, вот через те гражданские институты, которые существовали, через те механизмы, которые существовали раньше, этот вопрос был бы давно решен. И это сегодня тоже было бы, на мой взгляд, и на взгляд многих, с кем нам удалось встретить пока с нашей стороны, со стороны гумбертовского джамаата, это, конечно, было бы, наверное, правильным решением. Но мы понимаем, что одно дело, какое было бы эффективное решение, а другое дело правил бюрократии. Конечно, мы веками жили бок о бок. Народы Дагестана, аварцы, драгинцы, кумыки, лакцы, лезгины, другие народы. И веками жили бок о бок с чученцами. И все эти годы, все эти столетия между нами были вопросы согласования, как бы земельных разногласий. Да, они были внутри Дагестана между аварцами и аварцами, между аварцами и даргинцами, внутри даргинских джамаатов, внутри лезгинских джамаатов. Это нормальный и естественный ход истории, когда у соседей, живущих на земле, есть какие-то разногласия, бытовые разногласия. И это не является катастрофичным вопросом. Естественно, есть такие вопросы для согласования между жителями там аварских и чеченских районов. Это рутинный процесс. Как ты говоришь, если бы этот вопрос был регулирован на уровне местных джамаатов, ни у кого бы вопросов не возникало. Да, я уверен в этом. Еще один уровень, если бы с дагестанской стороны была внятная позиция. Вот если бы руководство республики, руководители этой комиссии по урегулированию земельных вопросов, Хизри Шахсаидов, если бы они перед нами выступали каждый день, если бы они объясняли ситуацию, если бы они доходчо разъясняли бы позицию республики Дагестан по этому вопросу, это как бы нервозности бы не было тоже. Проблема в том, что в этой конфигурации есть чеченская сторона, Магомед Даудов, и нет дагестанской стороны, потому что Хизри Шахсаидов, не знаю, где он сейчас находится, где-то он в сокрытии, Владимир Васильев вообще не обозначает никакого интереса к данному вопросу. То есть получается абсолютно такая асимметричная позиция. Да, совершенно верно. Именно из-за того, что есть чеченская позиция, но нет дагестанской позиции, народ нервничает. Я правильно понимаю ситуацию? Да, да, да. В этой ситуации народ имеет право строить любые конспирологические версии, да. Потому что мы в статье тоже приводили историю, это люди, которые были, это люди, которых знают, они существовали, жили. Мы знаем, что всегда есть соблазн решить какой-то вопрос в личную выгоду, в ущерб общественным интересам. И в условиях, когда у населения нет большого доверия к власти, это население имеет право строить любые конспирологические версии, вплоть до того, что наши интересы проданы. Поэтому и вызывает это нервозность. Поэтому люди и думают, что они предоставлены сами себе. И в условиях, когда, ну в общем, в данном случае, это серьезная проблема, отсутствие во время этих разговоров, обсуждений нашей официальной позиции, это очень плохо. Это проблема. И наличие составляющей, конечно, давно-давно было решить этот вопрос. Да, Русан. Баку не спешил вмешиваться в ситуацию. И у людей пошли волнения, пошла нервозность, возбуждение, усталость. И ситуация закончилась побоищем. Да. Вот в ситуации, когда молчат официальные власти, народ постепенно закипает. Вот совершенно об этом говорил сам Владимир Адуалевич. Он говорил, что при... Нет, сейчас я боюсь ошибиться в дословном цитировании его сказания. Он сказал, что когда люди чувствуют несправедливость, это приводит к негативным последствиям. Хочется обратить внимание нашей республиканской власти на аналогичную, может быть, не по модели, но по масштабам еще более серьезную ситуацию в нашей же республике. Люди чувствуют где-то несправедливость в этом вопросе, брошенность этих людей. И это тоже Владимир Адуалевич должен знать, что тоже приводит к негативным последствиям. Хаджи Мурад, я хотел бы еще один вопрос пояснить, один нюанс этой проблемы. Дело в том, что уточнение границ – это не инициатива Махачкалы или Грозного или Магаса. Вообще, я насколько понял во всей этой истории, ингушско-чеченской, дагестанско-чеченской, инициатива изначальная по уточнению границ исходит из Москвы. По всей России должны быть как-то зафиксированы и оцифрованы кадастровые какие-то показатели по земле. Я небольшой специалист по земельным вопросам, но, насколько я понимаю, Москва хочет полностью систематизировать все данные по земле, чтобы их ввести в общие федеральные реестры, оцифровать, уточнить границы, и потом уже можно было эту землю как-то использовать. Или на республиканском уровне, или на муниципальном и так далее. Так вот, изначально, то есть архитектура конфликта вызревающего такова, что изначально инициативу, даже требование уточнить границы озвучил Кремль. Он даже поставил главам республик и главам регионов условие, что урегулированность, уточненность границ будет являться одним из ключевых факторов, который будет определять эффективность работы губернатора на своем посту. То есть, если регион быстро урегулировал вот эти вот земельные вопросы, уточнил границы со своими соседями, то этому губернатору будет поставлена большая галочка, что он эффективно работает. Тем самым Кремль стимулировал, подтолкнул губернаторов, руководителей регионов, к тому, чтобы быстрее взяться за этот вопрос. И, насколько я знаю, и это даже, по-моему, сам Магомед Даудов озвучивал в своем прямом эфире, первый шаг к уточнению границ сделала дагестанская сторона, сделал Владимир Васильев, насколько я понимаю. Пока это не опровергнута, Руслан, и пока это не опровергнута наша власть, это остается правдой. Да. Ну, то, что Москва, мы понимаем, да, что все мы совершаем ошибки, и Москва не исключение, Кремль, и очень часто они совершают подобные ошибки. Мы федеративная республика, и мы должны прекрасно понимать, что те правила, которые подходят, приемлемые, да, ну, там, другого региона, там, Дальнего Востока, где там огромные площадя, и где плотность населения, там, 3-10 человек на квадратный километр, и другое дело, это субъекты с большой плотностью населения и с большим дефицитом земли. Такими являются именно наши субъекты, и вот те правила, которые приемлемы, подходят и эффективны других субъектов, все должно было быть индивидуально. Более того, ведь мы республики, и Чечня, и Дагестан республика, у нас есть парламенты. Они, на мой взгляд, должны были очень активно подключиться к этому вопросу, но у нас выстроили такую вертикаль, что все подвязывается, и все идет именно к руководителю республики. Он транслирует всю власть, и, соответственно, сейчас вся ответственность тоже должна идти к нему. Она, в принципе, и идет, и он должен сегодня принять решение, раз у нас остальные институты, они выведены из политической жизни, они занимаются там больше своими коммерческими интересами. И вот эти парламенты должны были принять, на мой взгляд, большое участие в этом вопросе, но пока мы видим, что это не происходит, и они должны были бы предложить и требовать у Москвы какие-то, если необходимые, моратории, какие-нибудь исключения для наших республик, и оставить это все, может быть, на решении именно на этих... Надо было изучать специфику регионов, и надо было взгляд решением парламента обоих республик делать так, чтобы если у Джамааку этих сел нет запроса на возобновление этого вопроса, на приведение ее в какую-то юридическую плоскость, то это надо было, наверное, оставить, ведь мир дороже, чем документ где-то в папке, там, в шкафу. Эта специфика, к сожалению, была не изучена, не учтена. Это очень плохо, и, надеюсь, оно не закончится еще хуже. Очень рад. В продолжение той реконструкции событий, которые мы сейчас с тобой в этом эфире выстраиваем, То есть мы видим, что Москва инициировала уточнение границ между субъектами. Губернаторы поспешили проявить инициативу в уточнении этих границ. Первым инициативу озвучил Дагестан в лице Владимира Васильева и его команды. И только потом к этому вопросу подключилась Чечня. Но, как только пошли первые возмущения, первые недоверчивые возгласы, наша дагестанская страна в лице команды Владимира Васильева и Хизри Шахсаидова спешно ретировалась вот с этой арены согласования вопросов по границе. Их нет уже полтора года на этом поле. Ну, год с лишним мы ждем появления Хизри Шахсаидова, мы ждем появления, кто там еще должен участвовать, Сдунова, Васильева, Иванова, чтобы они разговаривали с Грозным на своем уровне, на уровне властей двух республик. Но они не разговаривают, они поспешили от этого вопроса убежать, потому что поняли, что этот вопрос глубокий, затяжной, не гарантирующий, триумфальное завершение вопроса для команды Владимира Васильева. И они поспешили самоустраниться и фактически оставили дагестанское население перед лицом теперь уже чеченской власти, которая вроде бы сделала шаги, после Владимира Васильева, сделала шаги к тому, чтобы взяться за уточнение границы, и год ждет появления своих коллег, как бы визави из дагестанской страны, но их нет. И вот в этой ситуации народ, конечно, нервничает, как ты говоришь. Но вот на твой взгляд, перспектива дальнейшего развития этого вопроса какова? Мы видим инициативу с чеченской стороны, мы слышим Магомеда Даудова, который периодически призывает дагестанские власти вернуться за переговоры по этой земле. Дагестанские власти его призывы игнорируют, его призывы повисают в пустоте, и на уровне джаматов происходят какие-то немножко уже нервные обсуждения того, чья земля на том или ином участке. Ну, думать, что действующая власть, которая не решала на протяжении столько времени этот вопрос, завтра же, ну, даже после голосования по вопросу Конституции, займется решением приграничной проблемы, ну, мне кажется, будет наивно. Поэтому, наверное, надо ждать появления новой какой-нибудь команды, которая, наверное, будет вынуждена уже решить этот вопрос, или вдруг надеется, что, может быть, наша власть все-таки соизволит вернуться к обсуждению этой проблемы и действительно займется этим вопросом. Но пока не видим никаких там... Хаджимурат, а скажи, пожалуйста, насколько, на твой взгляд, имеет моральное право сегодняшняя команда во власти, ну, фактически три человека, Владимир Васильев, Артем Сдунов и Владимир Иванов, решать этот вопрос перед лицом двухтысячелетней истории Дагестана и взаимоотношений со своими соседями. Ведь, как мне кажется, от лица Дагестана должна говорить с нашими соседями команда, состоящая из коренных народов Дагестана, которые впитали в себя соки этой земли, которые понимают, что если они не найдут согласия по земле не только с чеченцами, но и внутри Дагестана, между аварцами, даргинцами, кумыками, лесгинами, табасранцами, лаксами, если мы не найдем урегулирование вопросов внутри Дагестана, а также со своими соседями, нашим детям здесь жить, нашим внукам здесь жить. Понял. Смотри. Два момента. Первое. Они не имеют морального права не участвовать в этом процессе. Если они не участвуют в этом процессе, там два вопроса. Или у них нет морали. Если есть мораль, они имеют право, они обязаны, у них нет морального права не участвовать в этом процессе. И если они не участвуют, то это их прямая обязанность. Мы принято считать согласно нашему государственному строю, мы делегировали им эти полномочия от населения, И они обязаны, наоборот, у них есть моральное обязательство перед дагестанцами решать любые вопросы. Если они не решают, то надо искать где-то мораль. Это раз. Два. Да, совершенно верно. Этим вопросом, помимо Здунова, Васильева и Иванова, у которых есть официальная полномочия, есть другой наш, если мы уже подошли к этому вопросу. Я бы хотел, чтобы мы поговорили отдельно про национализм. Есть ли он в Дагестане или нет? Ее абсолютно нет. И к Васильеву, Иванову или Здунову. Кому-то, если есть претензии, это не по национальному признаку, а просто исходя из эффективности их действий. Когда они нулевые или они негативные, люди готовы припомнить все. Это раз, чтобы бегло, чтобы мы понимали, чтобы нас не обвинили в национализме. Два. А где наши? Где наши так называемые представители общественного мнения? Где Хезеи Исаевича Саидова? Он-то, если по этому вопросу подойти, он-то этнический дагестанец, жил, родился здесь. Где он, где его гост? У него есть замы, где они? Где другие так называемые лидеры? У нас, в конце концов, есть министры и есть депутаты. Где они, кстати? Есть парламент, конечно, совершенно верно. Да, возможно. Но мы прекрасно понимаем, что они сегодня в ситуации такой, типа вся власть, все тендеры, все принадлежит этим людям. И пока они нас не попросят, я знаю, я разговаривал с разными людьми дагестанцев, но я говорю, ну вы почему молчите в этой ситуации? Я говорю, слушай, почему я должен тратить свой ресурс, когда есть официальные люди, которые получают всевозможные блага, находятся на этих должностях, которые обязаны это все решать? Вот у них есть... Но не решают. Но не решают. Типа требуйте с них. Ко мне у вас нет юридических прав там что-то требовать. Но, тем не менее, я считаю, что дагестанцы, мусульмане должны принимать самое активное участие в урегулировании этого вопроса. Не провоцировании вопроса. Мы всего лишь СМИ. Очень часто нас путают с каким-то другим гражданским институтом. Мы всего лишь площадка, через которую разные люди, политические силы транслируются какие-то мнения. Всего-навсего. Мы с нашими небольшими возможностями готовы сделать все. Мы готовы выслушать. Мы всегда услышаем другую позицию. Паджи Мурат, скажи, пожалуйста, вы поедете в Грозный? У меня нет необходимости ехать в Грозный. Если будет необходимость ехать, мы же тоже пригласили. Пока, если этот вопрос будет так стоять, никаких проблем нет в Чечню поехать. Абсолютно. Если это принесет благо урегулирования. Но мы СМИ, при всех наших... Вы неполномочны решать, но вы можете услышать и даже взять, может быть, интервью. Конечно, никаких проблем нет. Мы же сказали, пожалуйста, мы всегда выслушаем другую точку зрения. Пожалуйста, пусть они подготовят свое мнение. Мы очень надеемся, что по аналогичному сценарию чеченская сторона предоставит такую же площадку для наших экспертов. У нас есть какие-то предложения, если они будут услышаны чеченской стороной, нашим руководством. Мы готовы своим кредитом доверия со стороны населения, который есть. А мы уверены, можно сказать, что сегодня у многих гражданских институтов кредит доверия населения очень высок. Мы готовы ее использовать. Мы готовы свой небольшой ресурс, который есть, использовать во благо урегулирования этого вопроса. Если это будет приносить пользу, пожалуйста, мы предоставим площадку в другой стране. Есть еще некоторые моменты, которые мы бы, конечно же, хотели бы обратить внимание наших чеченских друзей, коллег, соответственно, чтобы и они транслировали какую-то нашу позицию. Почему я это говорю? Потому что представьте себе ситуацию, да, Руслан? Это важный момент, на мой взгляд, когда есть все-таки, ну, надо признать, что это нервозная ситуация, немножко, ну, когда все-таки делят землю, и одна из сторон считает, что она их, другая сторона считает, что она чужая. Там возможны эмоции какие-то, да. И когда обе стороны, они эмоционально заряжены, какой-нибудь там просто может быть провокатор. Просто один может, захотел там при такой встрече продемонстрировать своему другу оружие, оно может выстрелить. И мы же представляем себе, во что это потом вольется. Потом ее не собрать. И у нас есть, например, такое видение, что может быть как раз через СМИ, не обязательно через наши, вообще через гражданские институты, начинать какой-то диалог. Если власть сама отстранилась, то это их мораль, это их, так сказать, дело совести, да. А мы призываем гражданские институты, чтобы более активно участвовали в этом. Чтобы начать разблокировать этот вопрос. Конечно, чтобы мы хотя бы определили, что не должно быть сделано во время обсуждения этого вопроса. Что должно быть исключено. Да, мы не можем сейчас найти уникального, какого-то универсального механизма, через который эти вопросы можно сразу снять. Но есть ведь вещи, когда мы можем пойти от обратного, исключив которых. Как минимум, на мой взгляд, вот подобные маленькие жесты, хотя они очень важны, там есть негативный тоже потенциал. Когда мы начнем друг другу демонстрировать такие намерения, ну, я читал второй пост, вторую публикацию Чеченского парламента, он совершенно другой, более предрасположенный к диалогу, к позитиву. Вот подобными действиями мы, на мой взгляд, сейчас, может быть, где-то на какой-то ранней стадии желания уже решать этот вопрос вопреки той позиции, согласно которой ничего не делается. Ну, иншаллах, если будут намерены это все решать мирно, признавая где-то свои ошибки, признавая права других, твоего оппонента на что-то, на правду, на землю, только в этих условиях мы сможем прийти к какому-то конкретному диалогу. Варакала, я думаю, что именно тем путем, которым мы веками согласовывали все спорные вопросы на Кавказе, будь то между народами Дагестана или будь то между соседями нашими чеченцами, и не только чеченцами, Дагестан граничит и с другими народами Кавказа, именно вот таким путем мы сможем и решить эти вопросы, и сохранить наше братство и добрососедские отношения на долгие-долгие века вперед. Я думаю, мы вернемся к конституции. В этот момент добавлю, Василий, как гарант Конституции, говорил, что именно с привлечением джамаатов этот вопрос будет урегулирован. Поэтому требования к ним, спрос с них, они должны уже как минимум разъяснить свою позицию. Варакал Хаджимрад, до скорых встреч, потому что этот вопрос требует и дальнейших консультаций и прояснений. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...